всем привет продолжаем гулять по моему городу санкт-петербургу сегодня хочу показать вам дом по адресу васильевский остров мой район васильевский 14 линия дом 45 вкратце архитектор красовский год постройки 901 902 стиль близок к модерну это был первый дом построен для себя подрядчиком строительных работ михаилом дмитриевич корниловым до него то все еще владела дочь камер музыканта софия ивановна габерцетель данная веру сайта сети волос каких-то других источников интернете которые нашел надо сказать что иоганн конрад фридрих габерцетель это придворный камер музыкант пианист музыкальный педагог-композитор построив дом корнилов поселился здесь и жил до самой революции вместе с женой анастасией павловной корнилов потомственный почетный гражданин подрядчик строительных работ товарищ председатель общества пособия рабочих пострадавшим при постройках так о нем говорят документы в то же время корнилову принадлежат дома построенные по проектам барановского на малом проспектом среднем 1820 годах участок принадлежал румелю учителю английского языка в морском кадетском корпусе на нем стоял деревянный дом на каменном фундаменте с подвальным этажом и мезонином построенным 1815 1816 годах далее в 1850 1860 это было владение придворного камер музыканта габерцетеля автора таблиц всех аккордов для облегчения учащихся я смотрел в интернете но вот эту таблицу не нашел в 1901-1902 годах на месте деревянного строения академика архитектуры красовский возвел пятиэтажный каменный дом с мансардами для подразчика строительных работ корнилова 902 903 годах здесь жил пейзажист и искусствовед гробарь он был одним из первых жильцов дома игорь мануилович гробарь известное имя в истории русской культуры 20 века стал замечательным художником искусствоведом художественным критиком реставратором педагогом музейным деятелем и замечательным организатором в 1913-1914 годах здесь жил академик вернадский владимир иванович русские украинские советские ученые естествоиспытатель мыслитель общественные деятели академик императорской санкт-петербургской академии наук один из основателей и первый президент украинской академии наук создателя научных школ и наук биогеохимии один из представителей русского космизма лауреат сталинской премии первой степени его интересы это минералогия кристаллография геохимия геологии почвоведение радиогеология палеонтологии ну и так далее с 1914 по 1930 года здесь проживал художник искусствовед мячеслав михайлович долькевич мячеслав франц михайлович долькевич живописец и иллюстратор литератор педагог работал как рисовальщик карикатурист иллюстратор и хромолитограф журналах живописное образование не его всемирной иллюстрации но вели сродни во многих журналах был редактором художественного отдела журнала него отдельным изданием вышли иллюстрированные долькевича мертвые души гоголя и кавказские рассказы гнедичи умер блокадном ленинграде и кстати очень много его работ государством русском музее ну вот наверное пожалуй все что я нашел по этому дому в интернете доходный дом корнилова который находится на 14 линии васильевского острова дом 45 все всем пока все привет до свидания всего хорошего до новых встреч